И вот никогда мне так не встречалось, по-моему, никогда, что бегал я вот в этой локации ночью. И поэтому вот так вот я очень удивился, что ночью этих монстров не очень хорошо видно. Раньше я думал, что они черные-то? Еще вот они, кстати, прозрачные тут бывают. Или это следующая локация, но в общем не важно. Так, вот он вейпоинт. Я сразу определил по вот такой вот лестнике. Сразу проходим на следующий уровень и пойдем за сердцем. Хотя можно еще за Томом сходить, но я вот предпочитаю именно за Томом ходить немного попозже, потому что сейчас левел маленький, а там, как вы помните, в этой локации набегает на вас сразу толпа монстров, причем довольно сильных монстров, и поэтому можно оттуда уже не выйти. Ну, посмотрим. Сделаю такой пробный забег. Если я буду близок к смерти, то тогда пофигу выйду. Так. Кстати, как можно вообще этот руинт-темпл найти? Вот это точно не руинт-темпл, потому что он находится, ну, боком то есть стоит. Руинт-темпл он стоит вот перпендикулярно вашему направлению движения. То есть вот это может быть руинт-темпл легко, поэтому я вот сразу иду его проверять. И действительно, видите, ставлю здесь. Хотя если я там сдохну, я не выйду. Ой, ну, ребята, мне очень больно, очень больно. Просто невероятно больно. Кстати, обратите внимание, вот это правильно сгенерированная локация. То есть здесь именно нужно идти вот направо, а не черти куда, как бы у нас на норму. Поэтому, собственно, я сильно и удивился. Так, ну, как-то я... Ну, кстати, обратите внимание, у него стон скин, поэтому у него много защиты, и мэрк, по идее, по нему не должен часто попадать. Но для кастов совершенно пофигу, сколько у него защиты. И такие, кстати, мобы, несмотря на то, что стон скин, ну, барбу, он дает защиту, а почему-то мобом, он еще и дополнительное хп всегда у них, когда вот стон скин атака. Вот эти вот ребята уже опасны. Давайте пусть с ними мэрк разберется. Я не знаю вообще, с чем это связано, почему дается дополнительное хп. Может быть, просто раньше за стон скин барбе тоже давался дополнительное хп, или что-то в этом роде, но потом мы это убрали, потому что был жесткий дисбаланс. Барбе и так много хп, если бы ему еще слон скин бы давал, а бы хп, это уже вообще бы чересчур было бы. Так. Ну, знаете, я даже сам себе удивляюсь, я за кошмар еще ни разу не умер. Такого со мной раньше вообще никогда не бывало. Ну, естественно, я играю как бы на камеру, я играю очень осторожно. А вообще я более смелый, когда играю так сам, и поэтому довольно часто я умираю во всех этих локациях. Что на норме бывает, ну, минимум раз пять, наверное, сдохну. И на кошмаре так это вообще ужас. Но на аду там без смерти, ну, если вот так вот чисто проходить, с самого начала не думаю, что вообще кто-то способен прям пройти весь ад. Ну, поначалу, естественно, в лольном шмоте, ну, и ни разу не умереть. Это уже просто великое мастерство этого человека, если он, проходя ад, ни разу не умирает. Ну, а вообще, ад, несмотря на всю его сложность великую там, на самом деле он не такой уж сложный, если бегать с хорошим... Так... Нифига тень, скорее всего. Если бегать в очень хорошем шмоте и в правильном билде. Там даже сорка, несмотря на то, что она очень дохлая, да даже некор там довольно неплохо рулят. То есть, вот Диабло, вот что мне нравится в Диабло, вы... Ну, поначалу вам довольно сложно играть, а вот если вы действительно так задротите и прокачиваетесь, то вы просто король потом после этого. И на самом деле очень мало таких игр, где бы вот этот вот баланс был соблюден. То есть, либо играть всю игру очень легко, либо играть всю игру довольно сложно. Ну, это часто бывает просто, когда вы научитесь нам играть в какую-нибудь игру, то там, допустим, сразу пятого вам уже довольно легко играть. Ну, это я имею в виду RPG, конечно. Конечно, шутеры там сразу, обычно сразу второго уже, они проходятся на ура, на самом последнем уровне сложности. Вот. И поэтому все равно нету такой... Ну, вот именно такого баланса. А вот Диабло как раз та игра, как бы вы хорошо не играли, все равно проходить вам будет достаточно сложно из-за того, что большой шанс умереть. Ну, так как просто пока нет возможности достать хороший шмот, то есть, ну, бегать на андрель тупо, потому что у нее, конечно, высокий шанс выброса Соджа, но даже если бы у меня сейчас Содж был, то он бы мне не сильно помог. Хотя его все равно изандрели, там специально даже не выбежь, только если как-то случайно у вас получится. А вот когда я дойду, ну, вот в этом уже, в этом же акте я дойду до Мефисто, то я постараюсь, конечно, на него побольше побегать. Хотя бы раз, ну, 50, наверное, минимум, который я сбегаю, просто чтобы найти вещи с резистами. Потому что без резистов, как вы видите, ну, вообще просто проблемно играть. Особенно, когда монстры с какими-нибудь там, Light Ancient, и из них летают вот эти болты, Charge, Lighting Charge, ну, как там, Charge Bolt, так он называется, этот скилл, который, кстати, у Сорки есть. И очень сложно против такого сильного каста выстоять. Особенно они там любят стакаться, если очень высокий, очень высокий скилл у этих Charge Болтов, как вот было вот буквально недавно, когда я переходил из джингля Живодера в следующую локацию. Там чертболты стакались, и если бы я чуть-чуть подольше бы постоял бы под ними, то они бы меня бы убили бы. Но так как я это все уже знаю, то в смысле знаю вот эту вот проблему сейчас с Lighting и с его гигантским уроном. Поэтому я, конечно, осторожен всегда в таких монстах. А вот, например, Fire Ancient Monsters, от них практически нереально умереть. От них умираешь как-то только на нормале. А в Кошмаре и в Аду, не знаю почему, но только на Высоком Совете, когда у вас остается очень мало ХБ, когда он умирает, то можно сдохнуть, а так, в принципе, вообще от этого никогда не умираешь. Единственное, от чего вы можете от Fire Agnes умереть, это взрыв трупа, который делает них атаку на любом уровне сложности, достаточно проблемно там бывает. Поэтому у них атаки всегда нужен. Максимальный ты здесь прогнел, даже не 75, а желательно еще больше. Потому что там, по-моему, не только Fire Damage идет. Поэтому там всегда опасно. Так, ну, по-моему, я вообще иду не сюда опять. Что-то мне подсказывает, что здесь вот ни черта не будет. Тогда просто посмотрим карту, где я еще не был. Ну, в этой части точно ничего не будет. Ладно. Тогда, наверное, вот здесь вот сверху должно быть. Спаун у меня щит. Кстати, вот это не каст у нее, по-моему, то есть он, по-моему, блокируется, насколько я знаю. И там проходит, ну, возможно, магический, но я вот точно не уверен, по-моему, эта фиговина может блокироваться. Ладно, там уже сейчас это поправьте у меня в комментах. Так, все, все закончилось. Фулки я не трачу, но вот все равно их ношу на всякий пожарный. Просто, чтобы не приходилось вот заканчивать видео, пробегать до этого же места и начинать снова. Так, вот зря я поговорил вот с этой хратлей в прошлый раз. Теперь приходится аж сюда бежать, чтобы починиться. Вот здесь еще есть такая Наталья, которая является ассасином. Она была и в классическом Диабло. Никто не знал, кто она такая, но потом сделали класс. Специальный ассасин. Она ничего не делает, она просто стоит по сюжету. Я, кстати, с ней там я особо никогда не разговаривал, поэтому ничего не могу точно сказать, о чем она там болтает. Ну, по-моему, она там потом ее в свой орден там вызывают, или не орден там, я не помню, как это называется у ассасинов. И она уходит на войну там то ли с Диабло, то ли с Баалом, не знаю. Она, по-моему, пропадает там из города. Ну, потом посмотрим, короче, пропадет она, когда я до Мефисто дойду или нет. Специально там, если не забуду, посмотрю.